Здравствуйте! Мы сейчас в рамках проекта Экзегет будем говорить о книге пророка Сафонии. О нем ничего практически не известно, кроме той датировки, которая дается в самой книге. Это вторая половина VII века до н.э., и время, которое здесь описано, это довольно печальное время. VII век, что это такое? В конце VIII века Ассирийская империя уничтожила северное царство еврейского народа, которое мы называем обычно израильским, со столицей в Самарии, и значительная часть этого населения была выведена, соответственно, во внутренней области Ассирии, в общем, уже никогда не вернулась. В, наоборот, начале VI века, то есть следующего, был уничтожен Вавилонином Иерусалим. А конец VII – это вот между. То есть катастрофа одна уже произошла, причем давно и прочно. Есть пророки Новых, вот те пророки Михей, например, Осия, Амос, которые говорили о северном царстве. Вот для Сафонии уже северного царства давно нет, и существует только южно-иудейское с центром в Иерусалиме. Но проблемы абсолютно все те же самые. То есть язычество здесь даже упоминается, в общем-то, царь Иосия, который проводил активно религиозные реформы и старался утвердить единобожие в Израиле. Но язычество – это уже такая язва, от которой Израиль не оправится. Не оправится до самого Вавилонского плена. И Вавилонский плен, собственно, станет, 586 год разрушения Иерусалима, станет отправной точкой нового этапа истории Израиля, который прежде всего с точки зрения священной истории будет заключаться в отказе от язычества, в том, чтобы единобожие утвердилось окончательно. Иосия живет, царь Иосия живет накануне этого времени и старается что-то изменить, но переломить ситуацию ему не удается. Иосия, видимо, один из тех, кто, собственно говоря, разделяет его идеи. И по его книге во многом можно судить об этих самых реформах Иосии. Но давайте мы немножко почитаем. Читаю я свой собственный перевод. «Слово Господне, которое открылось Сафонии, сыну Куши, внуку Гедалии, правнуку Амарии, правнуку Хискии во времена Иосии, сына Амона иудейского царя». Вот все, что мы знаем о пророке Сафонии, вот из этих строк мы берем почти ничего. То есть датировка и все. Но текст его очень прозрачен. И текст его очень резок. Но представьте себе, представьте себе какого-нибудь русского религиозного общественного деятеля, который пишет где-то в конце 19 века. До революции осталось 2-3 десятилетия. И вот он очень резко и остро бичует язву обществу, когда никто еще не понимает, что революция будет, что все действительно прогнило. Вот Сафония – это такой пророк. Он говорит не о том, что будет прямо завтра, но он говорит о том, куда все идет. Но он говорит предельно резко. Итак, положу конец всему, что есть на земле, пророчеству Господа. Положу конец и людям, и зверям, и птицам, и небесным, и рыбам морским. Искушение вместе со злодеями смету с лица весь род людской, пророчество Господа. Вот мне не нравится этот текст. Я бы написал иначе. Почему рыба-то и птицы? Они же не виновны ни в чем. И зачем весь род людской? А младенцы невинные? А люди праведные? Их немного, но они есть. А люди, которые не знают Бога, они, ну, можно сказать, виновны или невиновны, но у них не было большого шанса покаяться. Как мы можем к этому относиться? Вообще о чем это? О конце мира? Апокалиптическое пророчество, то есть о том, что когда-то Господь уничтожил наш сегодняшний мир. Ну да, мы это знаем. Мне кажется, здесь есть такая особенность пророческих книг, что частное соединяется со вселенским. Слушай небо и внимай земля, начинает Исаия, Михей примерно так же начинает. То есть они не могут разговаривать, вот как мы с вами. Я обращаюсь сейчас к тем, кто будет смотреть эти ролики в рамках проекта «Экзегет», может быть, где-то еще их выложит. Но я не буду говорить «слушай небо, внимай земля», я не буду даже обращаться там к человечеству, я не буду обращаться там к российской нации или к жителям Москвы, мегаполиса. Я обращаюсь к какому-то узкому кругу. Пророк так не может. Он может говорить только о судьбах всей вселенной, и судьбы избранного народа Израиля, и судьбы человечества, и судьбы отдельных людей. Для него часть этой истории. И вот у Сафонии, может быть, это свойство, в общем-то, большинство пророков проявляется с наибольшей остротой. Для него гибель мира – это то же самое, что гибель его привычного мира. Вот когда-то в книге Бытия описано, Содом и Гоморра были уничтожены, бежал Лот, племянник Авраама, и с ними две его дочери. Для них погиб весь мир, потому что погиб тот мир, который они знали. Все те люди, которых они знали, все эти местности, города с их пригородами. Вот исчез их мир. Для нас это, ну, небольшая катастрофа. Мы, наверное, часто слышим о каких-то там взрывах, цунами, землетрясениях, пожарах, где гибнет не меньше, может быть, да. Но для нас это крохотный эпизод где-то далеко. Для них погиб весь их мир, для Сафонии гибнет весь его мир. Этот мир, грубо говоря, это иудейское царство со столицей в Иерусалиме. Это произойдет еще не очень скоро, но это уже нависает. И для него это вот все вместе. Рыбы, птицы, звери, люди. Ну, правда, когда такое происходит, кажется, что погиб весь мир. Я вот вырос в центре Москвы. И сейчас, проходя по родному переулку, ну, мне кажется, что эта Москва погибла. Хотя город Москва существует, и я в ней живу, и, в общем, хорошо в ней живу. Но вот моя Москва погибла. Но это я отвлекся. Прострою руку мою над иудой, над жителями Иерусалима, прочь смету, что осталось от ваалов. Ваалы, естественно, языческие божества. Не оставлю имени жрецов со священниками и те, кто поклоняется на крышах воинству небесному. Это совершенно программа царя Иосии. Что осталось, он замечает, что уже мало что от них осталось. То есть Иосия начал свою реформу, и вроде бы все хорошо. Но что-то осталось. То есть главное осталось желание у людей все это дело продолжать. И поклоняются на крышах воинству небесному. То есть занимаются этим не в храмах даже, не в каких-то отдельных капищах на высотах, как это часто в Библии называется, а просто на крышу залезли, крыши плоские были. Вот звезды ночью, можно им поклоняться. То есть язычество неистребимо, пока есть язычники. Можно сносить все эти капища, рубить статуи, но люди найдут способ. На крышу дома залезут и все. И дальше, кто поклоняется и Господом клянется, клянется своим царем. То есть особый гнев вызывают не просто язычники, которые, ну, есть язычники и все, а те, кто при этом одновременно клянется Господом, кто пытается совмещать язычество и веру в единого. Ну и насчет царя не очень понятно. Это царь, который сидит на престоле в Иерусалиме, тот же самый Иосия. А может быть, это слово, которое надо перевести как «молох», но это тоже, в общем-то, слово «царь», но это имя языческого божества. То есть Господом и своим царем языческим. Наверное, это даже более вероятное прочтение. «Кто от Господа отвратился, искать его не желает, следовать ему не хочет, молчи пред Владыкой Господом». То есть понятно, что когда язычник, живущий, в общем, по своим каким-то представлениям, обращается к Богу, он оскорняет его имя. Дело не так, что к Молоху, Ваалу обратился плохо, к Богу единственному хорошо, а тот, кто живет с Ваалами и Молохами, да, когда он обращается к Богу единственному, он тоже ничего хорошего не делает. И это можно проследить в истории христианства с очень давних пор и до сего дня, когда все что угодно, землица с могилки, огромное количество всяких предрассудков, языческих абсолютно по своим природным каким-то качествам, и человек вполне обращается к единому Богу, думает, что одно другое дополнит. Нет, ну нельзя, вот нельзя смешивать. И дальше слова, которые, может быть, люди повторяли достаточно часто. Близок Господень день, жертву он назначил, осветил приглашенных. Господень день, день пришествия Бога, люди издавна этого ждали. Ну как, сейчас все не очень хорошо, сейчас нечестивые процветают, мы угнетены, у нас куча проблем, но в какой-то момент Господь придет, вмешается, разберется, плохих накажет, нас хороших наградит, все будет замечательно, ура. Жертву он назначил, ну жертвы – это главное ритуальное действие на Древнем Ближнем Востоке, в Библии тоже, осветил приглашенных. Нельзя просто так с улицы любому зайти, нужно осветиться, нужно пройти определенные ритуалы очищения, стать ритуально чистым, более того, посвященным в эти таинства, тогда можно участвовать. И люди, которые это слышат, наверное, думают, да, ой, здорово, мы хотим, хотим этого. В день Господней жертвы не пройду, я мимо князей, мимо сынов царских. Ну, тоже хорошо, значит, и знать, наша элита будет присутствовать, прекрасно. Всех, кто в чужие одежды рядится, то есть, ну, одежда, отнятая насилием, обманом, а может быть присвоенная чужая роль, знать, которая занимает чужое место. Это же часто бывает. Человек себя кем-то великим делает, не обладая нужными качествами. И уже начинаешь думать, чего-то, наверное, не очень хорошо в этот день им будет. Не пройду я в тот день мимо всех, кто попирает порог, наполняя храм насилием и обманом. А вот это уже прямое обвинение. Попирает порог. Порог храма, переступают его люди. Ну, было даже такое поверье. И сегодня, кстати, иногда бывает, что на порог нельзя наступать. Он граница, он некая охранная такая черта. И даже вот была история про филистимлин, которые не наступают на порог в храме своего бога Дагона. Ну, там была целая для этого большая история объяснение дана. Но вот человек пришел в храм, это одна картина. А он попирает порог, это совсем другая. Хотя что плохого наступить на порог? Порог, каждый день это делаем в разных местах. Но вот попирать порог, это значит, как бы его делать своим. Вот не входим в храм с благоговением и говорим, вот да, здесь Господь, и мы к нему пришли. А вот мое, наполняя его насилием и обманом. Да, потому что очень часто и богослужение, и вообще всякая религиозная жизнь, она имеет в себе и насилие, и обман, и многое другое. Потому что это очень удобно. Если я говорю от имени высшего существа, от имени Бога, я все себе могу позволить, я все себе могу простить. И это периодически с людьми происходит. И будет в тот день пророчество Господа. Громкий воплю рыбных ворот, рыдание в новом городе, разорение на холмах. Это районы Иерусалима. Мы сейчас не очень их себе представляем. Это неважно, это как если бы назывались районы города, в котором вы живете. Рыдай, рыночный квартал. Отдельно рыночный квартал. Торговый центр, да, Москва-Сити. Сгинет торговый лют, исчезнут те, кто взвешивал серебро. Торговля прекратится, да? И не случайно торговый лют упомянут отдельно и особо. То есть это люди, которые, наверное, в наивысшей степени причастны к тем вещам, которые Сафония обличает. В то время обыщу Иерусалим со светильниками. То есть вот прям ночью буду ходить и всех высвечивать. Не пройду мимо тех, кто жреет на собственных отбросах. Здесь трудное место, может быть, похож на вино, в котором остался жмых. Значит, оно все еще бродит и такое. Ну, качественного вина уже не получится. Неважно. В общем, это люди, которые не отделились от того, что нужно было выбросить. Отброс или это жмых, или это вины. Вот должны были избавиться от чего-то, не избавились. Говоря в сердце своем, не сотворит Господь ни доброго, ни худого. А вот здесь первая критика такого, знаете, нравственного безразличия в религии. Мы можем верить Бога. Почему нет? Но не сотворит он ни доброго, ни худого. Он просто некая надмирная сила, которая не вмешивается в течение нашей жизни. А мы будем жить так, как мы считаем нужным. У нас есть свои дела, занятия, развлечения. Нам есть что поделать. А Бог, ну да, Он есть. Ну, и все. И вот здесь отдельно о таких людях. Причем это скорее вот как раз от деловых. Читаем дальше. Обернется тогда их богатство добычи для чужого грабежа. Построят дома, жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина не выпьют. Ну, они высчитывают какую-то свою выгоду. Зачем вообще вот это безразличие к Богу с нравственной точки зрения? Да, вот Он есть, но мы живем, как мы хотим. Ровно для того, чтобы позволить себе много. Если Он есть, и Он с нас спросит, у нас есть довольно четкие границы, в которых мы должны держаться. Если Он есть, ну как там, можно верить в лохнетское чудовище, можно в инопланетяна, можно в Господа Бога. Ну, какая разница, лохнетское чудовище мне жить не мешает. Инопланетяне тоже. Ну, и Бог кому-то жить не мешает в свое удовольствие. Вот это все закончится очень плохо. Соответственно, они не получат той самой прибыли, на которую рассчитывают. Потребление, люксовое потребление не состоится. Не выпьют вина из своих виноградников. И в домах своих жить не станут. И вновь о Дне Господнем, об этом очень важном для религии Ветхого Завета понятии. Близок Господень, День Великий. Близок Он спешит, не медлит. И уже чувствуется угроза в этом. Горек, слух о Дне Господнем. Это крик богатыря в час битвы. Этот день – день гнева, день скорби и печали, день пагубы и гибели, день тьмы и мрака, день черной тучи, день трубного зова, битвы против крепостей могучих, против башен высоких. Вот, оказывается, как. Это уже картина осады и падения Иерусалима, если хотите. Но не только Иерусалима под Вавилонским натиском в 586 году, но и вообще любого этого земного града, как бы он ни назывался, даже если это не город в физическом смысле слова, который строит свое благополучие, величие, свое самодовольство на попрании каких-то очень важных вещей, на жестокости, на презрении к слабому. Об этом будет чуть подробнее дальше, но не очень даже подробно в этой книге. Подробнее там Михей, например, писал, Исайя очень подробно. «Стесню тогда людей, побредут они, как слепые, потому что против Господа согрешили, польется кровь их, как грязь, выпустят кишки им, как отбросы». Он не стесняется, Сософония, вот все как есть. «Не спасет ни серебро, ни злато в день гнева Господня, огонь ревности его всю землю опалит и постигнет страшный конец всех, кто обитает на земле». Почему всех, если это в основном про Иерусалим, про его родной город, народ, может не его город, но по крайней мере город, к которому он привязан. Можно сказать, потому что для него гибель его мира – это гибель всего мира, как я уже сказал, а можно сказать, потому что это касается всех. Нам легко показать пальцем и сказать, да, в Иерусалиме было так, а у нас-то нет, слава Богу. Но не получается. Это то, что в конечном счете может случиться со всем человечеством и с каждым его народом, если не произойдет что-то другое, о чем он здесь не рассуждает. Вот это была первая глава пророка Сафонии.